Мы находимся с вами в хранилище млекопитающих Дарвиновского музея и попробуем здесь найти следующий объект нашей милоты. Ну точно, мимо этого животного пройти никак нельзя. Мадагаскарская руконожка. Его королевское величество бесподобные т.д. и т.п. сами знаете и ура вперед. Ах, я и раньше думала про нее рассказать, но как раз ваши комментарии сподвигли меня все-таки найти про нее побольше информации и действительно это кандидат на милоту 2021 года. Ну что же мы про нее знаем? Руконожку относят к лемурам. Ведет она ночной образ жизни. Обратите внимание на ее большие глаза. Но еще у нее есть такое имя как Ай-Ай. Почему же оно появилось? Ну считается, что в 1780 году Пьер Санера, когда первый раз увидел это животное, очень удивился и постарался уточнить у коренных жителей Мадагаскара, что же это за существо. Но они ничего ему не говорили и издавали только непонятные странные звуки, что-то типа Ай-Ай. И он так ее и назвал Ай-Ай. Почему же коренные жители так необычно к ней относились? У меня пупырышные мурашки по телу от этого типчика. Ну у них до сих пор даже ходят легенды насчет ее необычного облика. То, что вот этот палец на кого покажет, того ждет смерть. Некоторые легенды вообще гласят, что тот, кто просто увидел руконожку, рано или поздно умрет. Правда, не так умрут. Ну ладно. Ну, посмотрите на нее. Я бы не сказала, что она приносит смерть кому-то, кроме личинок или каких-то насекомых. Почему же именно им? Особенность ее такого внешнего вида и таких длинных пальцев связана именно с ее типом питания. Она такой своеобразный дятел среди лемуров. Каким же образом она питается? Передвигаясь по дереву, она простукивает своим вот этим тоненьким пальчиком кору дерева. И обратите внимание на вот эти локаторы уши. Вот с помощью этих ушей она очень хорошо слышит любые звуки. И там, где спряталась какая-нибудь личинка, она начинает прогрызать кору дерева и потом своим пальцем достает это беспозвоночное. Вот такой у нее своеобразный тип питания для лемуров. Но в то же время ученые увидели, что питается руконожка также иногда некоторыми фруктами, плодами, яйцами некоторых птиц и так далее. К сожалению, вид сейчас достаточно редкий, занесем в Красную книгу. То, что эти животные редкие, связаны еще с тем, что они не очень-то плодовиты и буквально приносят одного детеныша раз там в 2-3 года. Причем срок беременности у самки где-то 170 дней. Да и потом, до года обычные детеныши остаются рядом с родителями. Это было животное, которое вы предложили в комментариях. Предлагайте еще, я все читаю. Ну а сейчас мы пойдем дальше, я попробую найти еще какого-нибудь симпатягу. Далеко в Восточной Африке живет птица, которая относится к отряду пеликанообразной. Вот как раз у нас здесь пеликан. Правда, птица, про которую я буду говорить, она ближе по внешнему виду к цаплям. Правда, выделяют ее в отдельное семейство, которое называется китоглавы. Это китоглав. Смотрит он прямо в душу. И такой взгляд запоминающийся. Один раз увидишь, никогда не забудешь. Обратите внимание, какой у него клюв. Просто огромный клюв. Интересно, что даже когда он отдыхает или спит, он свой клюв вот так кладет себе на грудь. Ну, я думаю, мы бы тоже так делали, если бы у нас впереди было что-то такое, как сорок шестой размер ботинка. С английского имя китоглава буквально переводится как ботинка клювый. Зачем же ему такой клюв? Чтобы ловить рыбу. Он уникальный ловец. Чтобы поймать рыбу, он замирает и может стоять так часами. Часами абсолютно в одной позе. Но, завидев рыбу, он бросается и моментально ловит за такой один короткий хват. Причем, посмотрите настроение клюва. На конце клюва есть такое вот заострение. Именно этим заострением он прокалывает рыбу. Так что встреча с ним действительно, наверное, не самая приятная. Но и встретить-то его не так просто. Во-первых, он мастер маскировки. Мы уже выяснили, что он может замирать и долго стоять в одной позе. Вы даже его никогда не заметите. Во-вторых, их не так много осталось на нашей планете, и сейчас эта птица занесена в Красную книгу. Да и обитает китоглав в болотистой местности. Не каждый туда захочет зайти. Интересно, что китоглав иногда, кроме рыбы, может поесть некоторых земноводных и даже детенышей крокодилов. Так что вот такая необычная птичка. И не маленького размера. То есть высоту она может вырастать до полутора метров. Да и размах крыльев у нее впечатляющий. Интересно, что когда китоглав летит, у него достаточно медленный размах крыльев. И это весьма внушительное зрелище. Но при всем при этом нельзя не отметить, что китоглав очень улыбчивая птица. И он, получается, даже не может скрыть свою улыбку. Он просто постоянно улыбается. Я думаю, вы наверняка знаете такую птицу, как павлин, который имеет очень яркий, невероятный окрас. Но птичек на сегодня достаточно. А вот павлинов нет. Сейчас мы поговорим с вами про паука павлина, который назван так, конечно же, тоже из-за своей яркой внешности. Итак, паук-павлин относится к семейству пауки-прыгуны. И обитает он на территории Австралии. На самом деле он очень маленький, где-то до 5 миллиметров в длину. И яркий внешний вид имеет только самец. Но тут легко догадаться, зачем. Как и павлин-птица, так и павлин-паук. Яркий внешний вид самец имеет, чтобы привлечь внимание самки. Но павлин-паук известен не только своим ярким видом, но и своими танцами брачными. И это смертельные танцы. Чтобы привлечь внимание самки, паучихи он начинает выделывать весьма своеобразные движения. Но в первую очередь он поднимает свое брюшко и начинает им активно вибрировать. И к тому же шевелит лапками и перемещается из стороны в сторону, из стороны в сторону. Таким образом он пытается привлечь внимание самки. Но в то же время ему нужно держать небольшую дистанцию. Потому что если самке он не понравится, она с удовольствием его съест. Более того, он пытается ее как бы заворожить своими танцами, загипнотизировать. И если у него получилось, он тихонько подходит и пытается с ней спариться. Все получилось, ему нужно скорее убегать. Потому что если он не успеет, самка тоже его съест. И после этого. Такая у него достаточно тяжелая жизнь. Но при этом у него очень яркий костюм. Самки же слегка такого коричневого цвета. То есть совершенно не яркий, потому что ему не нужен такой окрас. Но весьма прожорливый. Что еще интересного можно сказать про павлина-паука? Он ловит добычу, не используя паутину, как многие другие пауки. А он, как и все представители семейства пауков-прыгунов, он именно прыгает на эту добычу. Поэтому, например, паук-павлин на латыни звучит как именно летающий. То есть переводится как летающий. Многие боятся пауков. Причем очень сильно боятся пауков. Но они точно не видели этого паучка. Какой он маленький, какой он миленький, пушистенький, какие у него глазки. Вроде это все не про какого-нибудь зайчика или котика, а именно про паучка. Но он действительно невероятный. Да и к тому же, кто вообще умеет так танцевать? Многие люди годами тратят свою жизнь на то, чтобы хоть чего-то достичь в танцах. А он родился и сразу готов так вибрировать своим брюшком. Настоящий танец живота. Так, мы подсчитали голоса и получается 19 у скунса, 12 у нетопыря Дарвина и 9 у звонаря. Что ж, идем дальше. Итак, выбирайте, кому вы отдаете свои голоса. Первое, это милое животное, которая стучится в двери к насекомым. Второе, это птица, которая всегда улыбается, смотрит прямо в душу, прямо с башмаком на голове. И третье, прекрасный милый паучок с 8 глазами, с 8 лапками и который еще умеет танцевать. До встречи!